Детское радио представляет Скатерть Самобранка Вкусные истории Сказка вторая Поваренная книга В одном большом городе жила-была девочка Катя Внимательная и отзывчивая девочка И была у Кати добрая бабушка Жила Катина бабушка недалеко от города В тихой маленькой деревушке И был у бабушки один секрет В небольшом сундучке, что стоял на чердаке Хранилась волшебная скатерть-самобранка По вечерам Катя забиралась на чердак Доставала скатерть, расстилала ее И та начинала рассказывать ей удивительные истории Здравствуй, Катя Здравствуй, скатерть А я руки уже вымыла Молодец Тогда садись и слушай сказку В одном королевстве жил король И больше всего на свете любил тот король готовить Была у него волшебная поваренная книга Как только где-то в мире люди готовили новое блюдо Его рецепт тут же появлялся в этой книге И вот однажды поваренная книга, стоявшая на самом видном и почетном месте на кухне Зашевелилась и оттуда раздался возмущенный шепот Опять рецептор-то появился Уже пятых за эту неделю Снова углеводы побеждают Извините, дорогие белки Но что вы против нас имеете? Мы, углеводы, нужны, чтобы человек был энергичным и бодрым Так-то да Но вы забыли упомянуть, что главная польза от медленных углеводов Самобраночка, извини, что перебиваю А кто такие медленные углеводы? Углеводы, Катя, бывают медленными и быстрыми Медленные углеводы есть, например, в капусте, яблоках или каше Они медленно усваиваются организмом И когда ты съедаешь на завтрак овсянку Энергии от нее хватает надолго Хотя и появляется она постепенно А если ты наешься конфет или пряников Это как раз быстрые углеводы легко усваиваются То энергии этой хватит совсем на чуть-чуть И тебе скоро снова захочется перекусить Теперь поняла Так вот, углеводы и говорят белкам Среди нас, конечно, имеются и быстрые, и не очень Но, кажется, вы просто завидуете Ведь углеводы живут по большей части в сладостях Поэтому нас дети и любят Ха, легко быть любимым, когда ты сладкий Усмехнулись белки А знаете ли вы, что мы как кирпичики Из которых построен дом Без белков не будет ни стен, ни фундамента Чтобы расти, крепнуть и быть в добром здравии Людям нужны котлеты, рыба, омлет и творог А не только карамель с марципанами При зрительных фыркнули белки Ну и расшумелись Раздался низкий голос Белки, углеводы, как будто нас Жиров совсем не существует А мы, между прочим, тоже есть и в твороге И в котлетках, и в каше с маслом А еще мы чудесные проводники Знаете, сколько витаминов и полезных веществ Мы человеку буквально за ручку приводим Но кто же все-таки важнее? Белки, жиры или углеводы? Раздался голос рецепта пирожка с капустой С 3500-й страницы Тут поваренная книга зашуршала Засмеялась своими страницами Да и говорит Все важны Ведь если человек будет питаться Одними сладостями или булочками То он станет ленивым, медленным и неповоротливым А если люди перестанут есть каши, хлеб, фрукты и овощи То они будут ходить грустными и вялыми Так что не только у королевской семьи Но и у каждого человека Должна быть еда на любой вкус Хотя, честно признаться Юные принцы не капризны И могли бы питаться макаронами с сосисками Но их не стоит есть часто И тогда белки, жиры и углеводы Посмотрели друг на друга дружелюбно и с уважением Ведь теперь они поняли, что каждый из них ценен и важен Вот и сказочки конец Скатерть Самобранка закончила рассказ И тут из ниоткуда Сами по себе на ней появились два огромных блюда Которые стали наполняться овощами и фруктами Следом возникла тарелка с ароматными тефтелями и гречкой Затем блюда с румяными пирожками с ягодной начинкой Последним вырос кувшин с морсом Самобраночка, спасибо тебе большое А скажи, пожалуйста, неужели конфеты вообще нельзя? Конечно, можно Но во всем нужно знать меру А вообще, если хочется чего-то вкусненького, Катя То лучше съесть зефир, фруктовую пустилу Или нездобное печенье Они полезнее А конфеты можно заменить на курагу, изюм Или ягоды с бабушкиной грядки Только не забудь вымыть и курагу, и изюм, и ягоды с грядки Спасибо тебе, Скатерть Самобранка, за сказку и угощение А можно я к тебе еще приду? Конечно, Катя Будут тебе и угощения, и интересные истории Скатерть Самобранка Вкусные истории Программа выходит при информационной поддержке национального проекта «Демография» Подробнее узнать о полноценном рационе питания Можно на официальном портале Роспотребнадзора Здоровая Дефис Питания Точка РФ Субтитры создавал DimaTorzok